Жестокость в обращении с животными. Каким последствиям это может привести и как неравнодушные люди спасают братьев наших меньших? Смотрите в следующем сюжете. Тихое, спокойное место по улице Светлой в Хортицком районе. Недавно в этом дворе в одном из мусорных баков Александра обнаружила неожиданную находку. 26 мая я шла на линейку, на последний звонок, выбросила пакет с мусором и в баке услышала писк. Заглянула туда, увидела пакет туго завязанный и там что-то шевелилось. Взяла пакет, открыла и увидела 10 щенков мокрых и только родившихся. Ну естественно потом я их начала доставать. Три сразу были мертвы, но остальных мы сразу же в коробочку и домой. После этого на выручку девушки пришли ее знакомые, которые взяли щенков к себе домой. Я просто понимала, что Саша одна не справится. То есть у нас было на руках 7 щенков и семерых, вы понимаете, очень сложно выкормить, поэтому нужны были еще свободные руки. Вот Оля согласилась нам помочь. Я взяла щеночка. К сожалению, в первый период, буквально в течение нескольких дней, 4 щенка погибли. И это была не просто смерть, это была ужасная, мучительная смерть. Мы были вынуждены двоих щенков даже усыпить, для того, чтобы прекратить эти страдания. Девушки неоднократно обращались за помощью, пытаясь пристроить щенков в хорошие руки. Мы в первую очередь обратились к волонтерам во всей известной организации. В организацию «Шанс» обратились. Там пытались найти кормящую собаку, но, к сожалению, не нашли, которая могла бы помочь. Ну и, конечно, ищем людей, до сих пор ищем людей, которые бы помогли нам с пристройством собак. Ну, пока безуспешно, но мы надеемся, что все будет хорошо. Сейчас трое выживших малышей много спят. У них только недавно прорезались глаза. Они активны непродолжительное время после кормления, рассказывают девушки. Так как щенки совсем маленькие, им не исполнилось даже месяца, приходится подбирать специальные смеси для питания. Частых визитов в ветеринарную клинику тоже не избежать, чтобы сохранить жизнь малышам. Девушки, взявшие щенков на передержку, считают, такая жестокость недопустима. И она способна вылиться в еще большее зло. Рядом с такими жестокими людьми, наверняка, растут дети, которые видят всю эту жестокость. И в их голове уже рисуется такой макет отношения к животным, отношения к людям. Пока мы не поймем, что жестокость к животным порождает жестокость к людям. И это, в принципе, вытекающие такие вот проблемы друг из друга. Пока этого не произойдет, Украина будет занимать лидирующие места по жестокости и по преступности. Сейчас девушки подыскивают новых хозяев для малышей. Если среди запорожцев найдутся желающие обзавестись пушистым питомцем или помочь найти щенкам теплое семейное гнездышко, можно связаться по номеру, который вы видите на экране.